Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита, и вы на канале Наш Любимый Питомник. Сегодня у нас очередной вечер с заводчиком собак, и сегодня мы поедем мыть Криси. Мы уже раньше показывали на канале видео, как мы моем Мию в специальном аппарате, в магазине, в зоомагазине. А сейчас поедем помоем Криси, уже настало время, и тем более у нас еще в субботу будет выставка с Криси, поэтому нужно ее привести в порядок, помыть. Но он немножечко боится, конечно, но посмотрим, как она должна уже привыкать к ванне. Там у заводчика своего ее тоже мыли и компрессором сушили, так что будем надеяться, что все пройдет хорошо. Ну, поснимаю, вам покажу. Вот он, наша девочка, немножко боится. Криси, девочка, скажи, куда меня везут-то, непонятно. Поедем помоемся, да? Будем чистыми. Ну вот, друзья, мы уже в ванне. Криси, конечно, не хотела сама входить. Посмотрите, как она боится. Для нее это, наверное, новая, непривычная атмосфера. Но что делать? Будем приучать ее, значит. Это как раз-таки минус, когда покупаешь взрослую собаку в питомнике. Ну вот, бывает, что такие есть небольшие минусы поведения. Но, в принципе, это не страшно. Это можно все откорректировать. У нас так, да, в принципе, уже все нормально с ней. Ну, так вот, новые процедуры, такие вот, как мойка, немножечко ее еще смущают. Но это не страшно. Ко всем привыкнет. Может быть, у них такой мойки не было у заводчика. Мия тоже первый раз боялась. Хотя в питомнике, в принципе, она не выросла, она у нас выросла. Все, весь промежуток времени. А второй раз Мия уже нормально была, потому что она уже знала, что все хорошо. А еще после мойки наши собачки получают вкусняшку всегда. Крыси еще пока что об этом не знает. Ну, уже лучше смотри, нормально. Наверное, такой просто первый страх у нее, да? Пока боится. Так вроде стоит нормально. Ой, скажи, Крыси, мокрая какая, да? Мокрая какая собака. Смотри, она реально тоже пушистая, потому что половина от нее осталась. Так не выглядит, да, как будто пушистая. Крыси, ты шпиц. Он там даже шампунь еще дал экстра, если хочешь. Мальчик там поделился шампунем, не знаю. Он сказал, что если нам понадобится, он дал нам еще шампунь. Запасной. Но здесь уже мыльная вода просто идет. Будешь красивый, а потом еще подстрижем тебя. А мы сегодня будем стричь, Ариал? Да. Сегодня? Лапки. Или завтра. Завтра? Завтра лучше. Завтра лучше. Да. Ну, посмотрим. Да, потому что лапки нужно подстричь. Может, немножечко... Ну, около хвоста тоже, да? Да. Подстрижем. Сделаем груминг сами, потому что здесь профессионального груминга мини-миниатюрных американских овчарок мы не найдем точно. Голландцы такого не умеют. У нас со шпицем-то проблема найти груминг профессиональный. Мы уже сами стали почти профессиональными грумерами со шпицами. Потому что не найти реально. Нет людей, кто здесь действительно хорошо стрижет. Режим 2. Режим 2? Включила Ариал просто водичку теперь. А дальше на что будет? А, потом кондиционер будет. Так что здесь нам нужно самим грумером становиться. Это не так, как в России, что можно найти хорошего профессионального грумера, который знает породу, знает, как нужно делать. Они здесь стригут, как стригут. Как получится, такая стрижка. Как все в Голландии. Да, как все в Голландии. Они здесь, я спрашиваю тоже в салоне, а я говорю, какое у вас образование у грумера. Она просто прошла два раза этот самый мастер-класс у других грумеров и все. И открыла свой салон. И он профессионалист. Да. И профессионал высокого класса. Мне кажется, я правда не знаю, как в России, мне кажется, они должны учиться, ну, плюс-минус, как собаку стричь, какие особенности там, шерсти, вот это все нужно знать. Не просто кто-то тебе показал там, стриги так, и ты взял ножницы и стрижешь. Мы с тобой, конечно, тоже так стрижем, но мы не профессиональные грумеры. Мы салон не открываем новый. Кондиционер? Да, курс у нас были. Но салон мы сегодня открываем. Мы просто скромно стрижем дома пока что. У нас что, только один раз был мастер-класс. Может, потом еще сходим грумером. Ну, я даже вот искала, я не нашла грумера, кто бы именно на этой породе специализировался. Поэтому, еще на шпицах можно найти, они пишут, правда, что специализируется. Как там, Криси? Нормально? Нормально. Нормально уже, только первый такой страх у нее был. Молодец, адекватная девочка. Мы от клещей и блох тоже будем мыть шампунем ее? Да. Сразу сделаем. Если уж используют, то по полной все опции, да? Все равно. Да, цена-то такая же самая. 8 евро. И все удовольствие стоит. Ну, реально, дома потратишь сколько? И воды, правильно? И места. И все будет, и ты будешь мокрый. И ванная будет мокрая. Все будет мокрое. А здесь пришел, помыл. И нормально. Даже неплохо так. Лапочки помыть. Мне кажется, она уже нормальная, адекватная. Еще, знаешь, потом я хочу ее взвесить. Сколько у нее вес. Интересно. Миим мы взвешивали, было 16 килограмм, да? 15-8. Да, 15-8. 15-8. Много шерсти. Много шерсти, да? Много шерсти. Много шерсти, если что-то такая, сдержаться. Хренит. Может, все-таки потом ее нашим компрессором посушить? Компрессором нет. Нет? Нет. Я раньше не кем и ремпетушку. Ого. Да, спасибо. Теперь ты тоже мокрый. Скажи, что я одна буду мокнуть? Мне классный теперь такой ирокез на шее. Теперь у нас шампунь от блох и клещей. Чтобы булочки не кусали, да? И клещи, чтобы не кусали. Клещи пока только меня кусают в этом сезоне. На собаке пока ни одного не нашла еще. А там, друзья, не знаю, видите вы или нет, но там тренировка собак идет. Просто на парковке народ тренирует собак. Они, видимо, учат, как команду сидеть. Это кажется. Вот так вот вечерком спокойненько тренировка происходит. Что там крести? Нормально? Теплая вода, да? Теплая вода, наверное, так она. Каз нынче дорогой. Теплая вода дорого стоит. Это вместо щетки. Мы, в общем, поняли, что такая рукавичка лучше всего расчесывает шерсть собаки. Так, и собаки. Да, именно такой собаки. Потому что у нас тоже есть разные расчески и щетки. Мы тогда экспериментировали, когда для шпицев покупали. И они тоже не вычесывают миников так, как надо. Но она так еще не линяет. Я ее недавно вычесывала. Она должна быть чистой так просто, чтобы красоту навести. Потом он уже будет ее отжать от воды. Рукавичка самая удобная. Вообще, рукавичку используют для того, чтобы вычесывать кота. А для собак тоже пригодилось. Неудобно. Посушить или почесать? Посушить или мокрые пузырьничники, и у нас шутить и высушить. Вот, пожалуйста. Держи. Я держу это. Тебе его развернуть? Что? Нет. Нет? У меня еще второй есть, если что. Бабушка. Бабушка. Должна сама тоже так это сделать. Можете подержать его, нет? Я тебя подержу ее, а ты его посушишь, нет? Нормально. Отряхнись и сделай, как собака. О! Молодец. Смотри, сразу она такая пушистая. Антик. Теперь сюда приехал тренинг. Не знаю, может там не разрешили больше. Она почти, кстати, сухая. Куда побежала? А дверь? Двери боится. Вот. Что там лает? Всякие собаки плохие лают. Ну, остальное дома доделаем, да? Вот, друзья, мы уже вернулись домой. Сейчас, Сарел, немножечко ее расчешет. И мы вытащили наш агрегат. Компрессор. Сейчас будем сушить. Там остальные крокодилы маленькие. Пока что ждут в своей очереди. Нужно ее просушить. Иначе у нее будет волнистая шерсть все-таки. И, наверное, пострижем уже завтра ее, да? Да. Сегодня уже времени много. Да, стрижка это минимум час. Пока одно, пока другое. Поэтому сегодня помыли. Видите, Двери, сколько нужно приготовиться к выставке? Помыть собаку. Сделайте груминг. Потом поехать на выставку. Там сидит целый день. У нас выставка будет в Бельгии. Нам два часа ехать к ней. И реально... Оли, чихо. И реально столько нужно все приготовить, чтобы пять минут собаку вывести в ринг. Оли. Самая громкая собака нашего питомника. Оли. Она еще пока что не научилась. Оли. Чихо. Как видите, остальные сидят спокойно. Только щенок еще пока что. Оли. Хорошо тем питомникам, которые не возят своих собак на выставке, да? Сколько времени экономят. Денег, сил. А мы ездим на выставке. С нашими собаками. У нас чемпионы. Будущие чемпионы. Ну, Крис тоже у нее очень хорошая родословная, реально. Посмотрим, как она будет. Она уже занимала места. Где она была? В Боснии, Герцеговине, по-моему, и в Люксембурге. Участвовала на выставках. Поэтому... Эх, эх... Эх, эх... Эх... Эх-хэх... Эх! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok